Встреча с Виталией Встреча с Виталией Встреча с Виталией Так, меня попросили рассказать краткую историю, откуда всё родилось, как всё началось. Я не могу рассказать эту историю, начав от кого-то, я её расскажу от себя. Однажды, в четверг, мне было лет 16, и я приехал поступать в православную вагинскую гимназию в Ростове Великом, я думаю, многие знаем. И в этой гимназии я встретил этого молодого человека, как красиво, Роман Константинович Чужин. И мы их встретились, и это была встреча навсегда. Как только в лучшем смысле этого слова, о котором всегда говорили Владык Антоний, что, встретившись, люди встречаются навсегда, если они встретились в настоящем. Мы встретились, и помимо нас было ещё 40 молодых ребят. Каждый приехал со своими желаниями, со своими задачами. Но в этой гимназии так получилось, что мы впервые по-настоящему услышали, что кто-то с нами говорит по-настоящему и серьёзно о Христе. И для меня это опыт серьёзнейший. Потому что я вырос в церкви, я в Панамаре прошёл какой-то определённый религиозный путь, и вдруг я встретил человека, который мне первый раз спросил, а кем ты хочешь быть? Я сказал, священникам. Он говорит, прекрасно. А ты в Бога веришь? Я думаю, православная гимназия, она интересная. Я говорю, расскажи мне о своём Боге. Веру выйти на Бога Отца Всего Жития. Нет-нет-нет, расскажи мне о своём Боге. Не читай мне ничего. И я молчал и не знал, что сказать. Тогда он сказал, ну, ты прочитал Евангелие от начала до конца? Да, я на службах каждый раз в воскресенье читаю, я просто слушаю Евангелие. Я тебя последний раз прошу, от начала и до конца прочитал? Нет. До свидания. Такое быстрое собеседование, его прошли многие. Но история о следующей, что мы поступили в эту гимназию, и как с таких серьёзных вопросов, честных, настоящих перед лицом жизни она началась, так этот путь продолжился. И первый человек, этот человек, который нам задавал эти вопросы, он также серьёзно с нами поделился своей историей, своей встречей. Это было имя, которое я первым услышал. Это было имя митрополита Анатолия Сурожского. И вдруг с этим именем оно, как я его услышал, так оно сквозь эти два года гимназии, через годы учёбы в ПСТГУ, оно с нами шло. Это был как некий индикатор серьёзного разговора Бога. И не только серьёзного разговора, а как последствия, да, когда жиляют жизнь, присутствие, нахождение следом событий Христа, присутствие. И вот имя владыки Анатолия Сурожского. И однажды, на третьем курсе, кажется, университета, мне кто-то сказал, слушай, тебе срочно нужно ехать в Киевский летний богословский институт. Там тоже говорят серьёзное крестение. Я приехал в этот институт, мне говорят, на две недели надо ехать сразу. Я думаю, ну я знаю свой институт, но точно летом тратить две недели на институт, да ещё и богословский, я только сумасшедшим может богословский фокус. Я не хотел, мне говорят, на. И когда я туда приехал, первое, что произошло, я выхожу из авокуса, и вдруг на меня летит большой человек, и начинает меня обнимать, и говорит, ты Ниша, здорово, что ты приехал. И я никогда не видел, чтобы профессор, какой-то учёный человек, так относился к студенту. Это была встреча с Александром Семёновичем Филотием. Вдруг эта встреча с этим известным философом, богословом украинским. Она просто меня поразила. И это была встреча любви, которая стала очень быстро распространяться, как просто эпидемия. Он говорит, Миша, слушай, он приехал в Москву, мне звонок вдруг. Это когда звонят профессора тебе, да? Вдруг звонок от профессора, который ты видел в месяц, два назад. Миша, слушай, я в Москве, я очень хочу тебя познакомить с друзьями. Сегодня будет прекрасная встреча, приходи. И он знакомит меня с итальянцами, с нашими итальянскими друзьями, и рассказывает, что я этих итальянцев встретил когда-то так же, как и меня. И я в нашей встрече увидел вот эту серьёзную встречу перед лицом Христа. И вот эта дружба, она продолжалась, продолжалась. И Александр Семёнович говорит, мы все, наши итальянские друзья попросили одну. Я с ней познакомился. Элина сидит перед нами. И они сказали, друзья, мы видим, что вы так же серьёзно стоите перед Христом, и перед, именно в своём опыте, опыте православного мировосприятия, право такого, вы не могли бы поделиться самым святым, что у вас есть. Потому что, ну, есть свои трудности, да, есть свои межрофессиональные споры, разговоры. И от Богословского факультета это очень хорошо мне было знакомо. Но меня поразило, с какой серьёзностью и искренностью они попросили разделить с нами вот самое для нас дорогое. Александр Семёнович и все наши друзья сказали, ну, это новому ученики. И вдруг было решено, действительно, поделиться с итальянцами этим опытом новому учеников. И мы, большая компания белорусов, русских, в основном, с ним, большое количество ребят было из высоты групп у студентов. Началась работа над выставкой новому учеников. И вот на протяжении полугода мы работали и поехали в Италию на форум, который говорил Жан уже, христианский культурный форум в городе Рим, где тут дружба народа. И мы говорили перед, то есть мы, во-первых, открыли для себя новому учеников, который мы не знаем, и мы о нём говорили нашим итальянским друзьям и людям, которые приходили. Было больше 20 тысяч человек, которые посетили эту выставку. И это было поразительно, когда экскурсии, как сейчас, да, по 50-60 человек, заканчивались экскурсии, ты говорила на новому учениках, и все эти люди плакали. Картонники, которые, может быть, первый раз слышали о православном опыте, просто рыдали перед ним и чувствовали это благоговение, эту, ну, трепетность, да, перед этим опытом переживания Христа. И мы, и это была встреча для нас, это была встреча для меня с таким же опытом, да. И потом дружба продолжалась, и наши друзья, опять, они, поскольку итальянцы очень внимательны в жизни, они вдруг услышали, что периодически кто-то произносит это имя, а то не сурожки, а то не сурожки. Ну, слушайте, хватит уже постоянно произносить это имя. Вы можете нас познакомить с этим человеком? Но знакомство – это не просто что рассказать, да, а вместе войти в эту историю, вместе войти в события и побыть с этим человеком. И мы решили так же, как с выставкой о новому учениках, сделать вот эту выставку о митрополите Антонио Сурожском. И это была выставка не подготовка для дня, не просто информация, не просто один человек всех, а это были группы друзей, которые в Украине, в Белоруссии. Да, уже пора заканчивать. И быстро заканчивать. Но эти люди все собрались и решили поделиться опытом митрополита Антонио и открыть его с этой личностью, с этим человеком. Вот. И на этой прекрасной ноте я передаю историю так же, извините. Я хотела сказать пару слов про то, как готовилась выставка. Миша уже начал то, что над выставкой работали в пяти городах. В Киеве, в Харькове, в Минске, в Москве и в Милане. И к большому счету подготовкой это была встреча. Встреча с Владыкой через его слово. Все работали с текстами, но не каким-то заданным текстом, а просто открывали тексты и вслушивались слова, смотрели, что отзывается, какая мысль, какая тема. Больше всего отзывается вот у конкретной группы в Москве, в Милане. В какой-то момент все выбрали какие-то темы, над которыми работали достаточно долго. Несколько месяцев, еженедельно встречаясь. И результатом этого труда стала еще не выставка, а встреча, которая произошла в Варикоте, в Италии, когда все приехали, все, кто работал готовиться к выставке, приехали поделиться своими открытиями сначала друг с другом. И об этом расскажет Андрей. Спасибо. Действительно, эти пять групп из пяти разных городов что-то наработали. Именно по принципу самого митрополита Антония. Потому что, как многие, может быть, знают, он говорил о Евангелии и, собственно, обо всем остальном, что когда ты встречаешь что-то, какой-то текст, какую-то историю, самое важное в ней то, что тебя в этот момент ударило в сердце, задело. И за этим надо идти, за этим надо следовать. И был организован семинар, была организована встреча в конце февраля 2015 года в Варикоте. Это на берегу моря, на западе Италии, где все эти пять групп собрались. И с нами там был, кроме нас самих, еще отец Петр Скоро. Это Диакон, который служил с митрополитом Антонием суржеским много десятков лет. Ну и это человек, который вспоминал, что первое его воспоминание о встрече с митрополитом Антонием, это когда ему было пять лет, и он в приходском доме разбил случайно какую-то картину за стеклом, и владыка его отшлепал. А последнее воспоминание это было, когда он нес крест перед гробом на храмах метрополитом Антонием. И несколько дней подряд, вот там, на берегу моря, где было холодно, и поэтому никто не попался, кроме самых сумасшедших, мы рассказывали о том, что мы наработали, и это постепенно превращалось из информации, из текста в какое-то действительно общее переживание. Отец Петр рассказывал о своей встрече с владыкой, он рассказывал свои истории. И важнее было даже, наверное, не то, что он рассказывал, потому что многое из этого мы знаем, как сами факты, но то, что он был каким-то женым присутствием в митрополитом Антонием, но самое главное, потому что у него такой же голос. Его все спрашивали, а у вас такой же голос, потому что вы куличанин, или потому что вы потомок русской миграции, или потому что вы с ним жили много лет, он говорит, ну не знаю, но так получилось, что он у меня такой же. То есть мое воспоминание про «За ветра», такой благообразный старец, который каждый вечер садился с двумя семинаристами, которые тоже были в нашей группе, там, в этой гостинице, где мы все находились, они все в трех черных подрясниках, они ставили три зеленые бутылки пива, и он рассказывал обзоты про митрополитом Антонием, про то, что он разговаривал по телефону и других. И, в принципе, из этого состоит наша выставка в каком-то смысле, но чтобы вы сразу не теряли в ней доверие, я хочу сказать, что все-таки над ней работают и богословы, например, Александр Семенович, который там был и слушал все, о чем говорилось, и с каким-то вниманием собирал вот самое какое-то яркое из того, что мы откопали, то есть это вот какое-то вымывание золота в реке. И из этого был собран текст, который стал основной нашей выставки, шесть тем, то есть встреча, призвание, община, церковь, мир и новая жизнь, на которых выставка основана структурно. Философ Александр Семенович сделал текст, а дизайнер из Харькова Алексей Чеколь сделал вот эту визуальную сторону, без которой, конечно, выставки его не было. То есть здесь вот это синее море, здесь это белое небо, здесь это белый снег, синее небо. Не знаю, что еще вы в этом увидите, но вот какая-то она такая светлая, легкая. И когда она была уже готова, через несколько месяцев после того, как мы собрались в этом семинаре, она поехала на сам фестиваль, о котором расскажет Роман. Добрый вечер! Фестиваль имени. Пару слов, что это такое. Представьте город, который каждое лето на войне просто людьми отдыхающими. На море отдыхают по-разному. Отдыхают громко, шумно, весело. Я сам это видел в этом году, потому что мы уже не далеко от места, где люди ходят в клубы, в бары ночью и так далее. И когда-то в 80-е годы собралась компания друзей, которая прямо в этом городе недалеко построила, не построила, просто организовала такое, не знаю, культурное событие. Приглашая своих друзей, приглашая друзей из разных стран, приглашая известных людей и делая по-настоящему события. Это просто такое огромное помещение, 16 ангаров. Просто от одного конца до другого идти там минут 10-15, что ли. И вот в августе месяце мы все, человек 80 из Украины, Белоруссии, России, итальянцы, наши друзья, которые тоже с нами готовили выставку, приезжают. Я закажу на наш зал, нашу выставку, я разочарован. Как-то все не так, как я представлял. Как-то много пространства, я хотел немножко поуютней. Все на итальянском, языка не знаешь, не понимаешь, как-то все хаотично. Пока я не прошел, потому что мы приехали за один день начала. Прихожу на следующий день, когда начинается работа, когда внутри нашего зала находились примерно 5-6 экскурсий по 50 человек, когда невозможно было пройти. И когда я уже сам начал ловить выставку, я понял, что эта выставка тоже может оставаться какой-то простой информацией, какими-то простыми картинками, даже красивыми, в цвет моря, без волонтеров. Это удивительным образом вечером, собрав после выставки, мы начали друг другу рассказывать, что с нами происходило в течение дня. И выяснилось, что мы просто говорили все разные выставки элементарно. Например, все показывали на бабушку Сурожского и говорили, она итальянка, все итальянцы сразу думали, нормально, понятно, кто такой Сурожский. Выяснилось, что она не итальянка, а итальянка была с другой стороны. Со стороны... Не та бабушка. Не та бабушка была. Путали какие-то хронологии какой-то событий, истории, путали имена, но почему-то все равно, независимо от информации, происходило то, что происходило с посетителем, которые в конце просто там плакали. Я думаю, вы все поймете в конце. И происходило с самими сурсоводами, которые вдруг рассказывали не только выставку, о человеке, которого в основном никто никогда не встречал. Но рассказывали свои истории, которые связаны, которые они вдруг нашли созвучными во время подготовки или уже во время выставки. И тогда выставка из обычной информации превращается в нечто живое, чему являются носителем этой жизни вот здесь, в нас, волонтеров, как в свидетелях. И для слова истории мы выбрали самую интересную. Она наша московская итальянка сейчас расскажет в качестве переводчика и так далее. Здравствуйте. Рома украли мою историю на самом деле. Ничего. Нет. Правда, я там работала перед переводчиком. Русские, украинцы и так далее ходили в выставки на русском. Мне вообще как-то... Обычно так не делится. Обычно экскурсоводы на выставки во время митинга времени, они все говорят на итальянском. И экскурсии на одном языке, например, на английском или на фразу, на русском можно вести кто-то, если там есть какая-то группа, которая говорит на английском или на английском. А для нашей листавки, именно потому что вопрос встреч меня так важен, мы решили сделать так, что русскоговорящие будут представлены в выставку, а итальянцы, которые знают русский язык, будут переводить. Для меня этот опыт был... Ну, я когда вошла, я не хотела говорить, потом в первый блакат, который я видела, это где написано, «Селя моя совершается в неуще». И поскольку это тот... Та цитата, которая для меня связана, она не у нас об этом переводила... Я все же решила, что как-то надо говорить. У Метрополита Антония есть такой образ, он говорит, что мы должны стать как перчатки хирурга. Тем более, что они тонкие, чем лучше. Чем больше они... Ну, понятно. Они должны быть тонкие, чтобы хорошо делать свою работу. И со мной часто... Ну, я вела выставки сама в прошлые годы, а со мной происходило так, что начинаем вести выставку, и то, что говорила Роберт, бабушка итальянка, а сурочки рождаются в разных местах, в разных годах. А ты все переводишь, и первый день я вообще думала, что это такое. Я достаточно такой точный человек, поэтому я как-то возмущаюсь. Ну, это не для того, чтобы сказать, что можно придумать все. Но что мне порадило, что когда я дала проспект, то есть, когда другие, ну, мои друзья, били выставку, я могла прекрасно думать о том, как я могу сама провести выставку. Ну, и думать, что я знаю лучше, как переходить, с одного плаката на другое, что отпускать, о чем рассказать. А когда я начала действительно стать вот этой перчаткой, ну, перчатка, происходила встреча, то есть, когда выраживаешь себя как инструмент этой встречи. И действительно итальянцы там смотрели на наших, которые рассказали, и были поражены, я могу сказать, потому что это то, что со мной и происходило, да. То есть это встреча с нечто, очень родное с одной стороны, а с другой стороны совершенно другое. И это тоже для меня был такой очень большой опыт и во время подготовки, и во время перевода, да. Потому что иногда словами, которые мне сразу понятнее, тебе говорят о том, что тебе дорогое, о Христе. И тебе надо действительно уничтожить себя для того, чтобы понять, что другое тебе хочется сказать. И таким образом ты себя обогащаешь. И сейчас передам слово Олегу, который рассказывает чуть-чуть о этой встрече с итальянцем. Ну, что там происходит. Я расскажу историю о хозяине гостиницы, в которой мы жили. Его звали Франко. Обычная гостиница в прибрежной зоне, то есть очень много туристов и так далее. И я понимал, что он не понимает, что мы здесь делаем. То есть каждое утро молодые люди одевают эти вот синие футболки, которые выходили на выставки. И вместо того, чтобы идти куда-нибудь на пляж, или еще куда-нибудь, они едут в этот экспоцентр. И так будем его называть. То есть и участвуют в жизни этой выставки. Много раз его приглашали. То есть он задал вопрос, что вы там делаете, почему вы приехали из России. То есть мы вечером сидели и рассказывали ему. И он все равно не понимал, то есть. И не хотел прийти. Говорю, мне это неинтересно, я не прийду. И вот даже где-то после обеда мне нужно было уехать на выставку и провести экскурсии. Я ходил на автобусе. И я понимаю, что я прописываю свой автобус, и сейчас я опоздаю. То есть мне нужно было прийти к конкретному времени, и я уже не успевал. Я захожу в гостиницу, на ресепшене сидит жена этого Франко, дети, то есть все так семейно. Франко спрашивает меня, что случилось, почему ты вернулся. Я отвечаю, я пропустил свой автобус. Ну, мы говорили по-английски, то есть. Тоже можно понимать, что я не знаю итальянского, он не знает русского. И тут он говорит, что я со мной. То есть он начал меня куда-то везти. Пойдем, пойдем. Я не понимаю, что он хочет. Он садит меня в свою машину. Машину садит своих детей, свою жену. Садится сам. Ну, поехали. Ну, я понимаю, что мы едем на выставку, и думаю, ну, все, наконец-то, сейчас мы начали все вместе. Сейчас я ему расскажу. Все мне классно. Он почему-то как-то сворачивает в другое место. Там просто был конкретный вход. Он заезжает с кого-то другого места, и непонятно, и Олег понимает, что происходит. Вот. Он походит из машины. Тут я понимаю, что жена и его дети уезжают. Он остается. Я сначала думал, что он меня просто подбросит. И, может быть, в процессе, скажем, пока мы едем, я смогу сказать что-то о выставке, и его заинтересует. Я молчал. То есть я уже пропал за плавой, я не хотел ничего вам рассказывать. Поэтому он меня сейчас забросит, и, так скажем, ну, я его процент взял. Он остался. И тут походит один очень хороший друг, официальный. И она уже начинает разговаривать по-итальянски, и они уходят вместе, и она, я так понимаю, что проводит одну искусу. И все, и после этого человек совершенно по-другому стал нас воспринимать. В хорошем, конечно. То есть видим, что этот человек тоже из себя открыл на этой мистике. И, напоследок, мы просто сфотографировались. И, насколько я знаю, у меня в этом времени не было. Но, мои друзья были. То есть, они нашли этого фрау, и снова сфотографировались, и все это там. Есть еще одна более интересная макшипарная история про коммунист-витальянскую. В общем, мы с Романом поехали на стажировку в Италию в этом году, где-то в феврале, в март. Мы на стажировке. Нас приглашают на педагогическую конференцию в университет. Мы приезжаем, с нами были наши итальянские друзья, переводчики. Идет конференция, и вдруг с газетой подбегает, с газетой подбегает нашей подруге женщина. Эта педагога говорит, смотри, 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 ты видишь самый известный коммунист-витальник, который был глава партии уже на протяжении двадцати лет, не знаю. То есть, половина информации точно не имеют, но все это оконно. В общем, она подбегает, смотри, смотри, он уходит из партии. И там статья, где этот человек говорит, что я летом, что я всю свою жизнь посвятил коммунистической партии. Я жил этими идеалами. Я полностью мечтал преобразовать Италию. Преобразовать Италию. Но вдруг я был летом на этом митинге, на этом культурном форуме. И я вдруг увидел, что там уже люди живут теми идеалами, которыми я стремлюсь. И я, как частный человек, просто ухожу. Он говорит, я не стал пистианином, я еще ничего не знаю, но я просто знаю, что так уже не вижу. И Тициана мне это рассказывает наша подруга. И я ей говорю, слушай, а ты знаешь, что это история, которая произошла с Александром Семеновичем Семеновичем. И тут связывается. Какая история? Однажды говорит, Александр Семенович подбегает люди, из наших ребят, и говорит, а тут вид, супер вид на этой выставке. Ты должен быстро рассказать ему экскурсию. Ему экскурсию. У него там 10 минут. Александр Семенович бежит в километры этих выставок, прибегает на место, видит человека с охраной, и говорит, у вас 10 минут. 10 минут. И начинает вести выставку. Вот он ведет, этот человек тебе это говорит. Прекрасно, продолжайте. Отменяй мне эту встречу свою, продолжайте. 20 минут. 30. Он звонит, отменяй все свои встречи, и говорит, сколько вам нужно, столько ведите эту экскурсию. Вот доводит Александр Семенович всю эту экскурсию до конца, доводит этого человека до конца. И этот человек в конце смотрит на Александра Семеновича и говорит, спасибо. Разворачивается и уходит. Потом останавливается, возвращается, обнимает Александра Семеновича и говорит, действительно спасибо. Это было самое сильное, что я видел свою жизнь. И потом, через полгода, вот такое было специальное заявление. Но на этом не закончилось, и когда мы там были, мы поняли, что происходит что-то такое между нами, между теми, кто эту выпуску будет, что она перестает быть проектом, она перестает быть каким-то культурной акцией. И она превращается просто в часть жизни, от которой отказаться невозможно. То есть я вводил последнюю экскурсию, и я на следующий день занимался деломонтажом. И я просто видел, как вот эти стены, выставка была стабильная, то есть она была построена на таких стенах, как их просто снимали, ломали и увозили. И у меня мое сердце разрывалось, и стало понятно, что надо вернуться. И была сделана вот эта вот такая летающая, плавающая, мобильная выставка. И она здесь, в Москве, спустя полгода, уже после таких городов, как Минск, Гробно, Гомель, Одесса и Караганда, а также деревня Лишня, где происходит детский летний институт под Киевом, о котором рассказал Миша. И это какое-то совершенно удивительное путешествие, которое началось полгода назад. И сказать, кто ее конкретно делает, кто ее ведет, я не могу. Потому что это происходит как-то само собой. То есть в чем принцип? Принцип в том, что если человек увидел эту выставку, и она его тронула, и он хочет с ее поделиться, он берет и делится. Он приглашает ее в приходской дом Гробно. Он приглашает ее в библиотеку в Гомеле, как отец самым мажором, который здесь окружен. Это бывают большие события, как то, что происходит здесь, как то, что было временем. Это бывают совершенно незначительные события, безо всякого медийного резонанса, когда это была в деревне, в светском пространстве, в церковном пространстве. Но самое главное, что везде происходит какая-то встреча. То есть для этого нет никаких усилий. Для этого не надо много денег, времени. Распечатаны эти плакаты. Приезжает один-два человека, на месте уже есть люди, которые готовы в это включиться. Появляются люди, которые будут... ...которые митрополит Антоний говорил. И я надеюсь, что здесь она тоже произойдет. Но вот одна из них, о которой я попрошу кратко рассказать еще раз, Мишу, она произошла в его городе Гомеле. Мне кажется, об этом важно сказать. Красные митрополитеты. Совсем кратко история. Город Гомель. Республика Беларусь. После этой встречи, как вы понимаете, с вами это произойдет тоже, вам обязательно захочется рассказать об этой экскурсии своим друзьям. Точно так же, я приехал в Гомель и понял, что я не могу не разделить это со своими друзьями. Вопрос как? Потом Дима спросит, наш друг, который будет поступать совсем скоро. Говорит, Миша, выставка, как Андрей сказал, что действительно сделали такой мобильный, и что только мы, как ее носители, просто и вывозьми и ей делимся. Если хочешь, она едет в Гомель. Я подхожу к своему другу, отцу, самому. Говорит, отца, вот такая прекрасная выставка. У нас в Гомеле много друзей, с которыми бы ее хотелось разделить. Давай, привози. Что я делаю? Я звоню практически всей этой компанией друзей. И в Гоме приезжали где-то 20-25 человек просто. С Украины, с Белорусси, с Москвы, с Минска. И когда мама спросила, я говорю, приедут люди на выставку? Прекрасно, скоро ты 25. Как? Как так люди могут просто приехать? И мы приехали, действительно, все выходы, это было просто. Мы приехали, я пригласил друзей. Потом и Александр Семенович приехал, сначала заранее с Димой. Они вели, как мы сделали презентацию этой выставки. Потом мы приехали просто с друзьями и прожили эти три дня. Поговорили о Владыке Антоне, сделали встречу. И вместе с ребятами провели экскурсию. И мы уехали. И наши комиссии, мои родственские друзья, просто стали водить эту экскурсию. И было интересно, что однажды я должен был прийти в эту библиотеку и прочитать экскурсию для какой-то группы людей. Но я просто не успевал. Я звонил библиотекарше и говорил, Здравствуйте, Михаил, срочно, срочно приходите. Здесь 20 человек, нужно рассказать экскурсию. Я говорю, я не могу. Она говорит, хорошо, я знаю принцип, потому что я здесь уже две недели сегодня все эти выставки знаю. И знай главный принцип, рассказать то, что ты знаешь. Я знаю пять историй, можно я проведу эту экскурсию здесь из вас? Женщина вообще ничего не знала о Владыке Антоне. Просто там работала. И стала проводить эти пять историй. Потом, когда я пришел, она говорит, Я, простите меня, но я полтора часа не провела на экскурсию. Я все вспомнил. Все. Маленькая инструкция. Все. Мы заканчиваем. Маленькая инструкция. Сейчас. После презентации книг будет сама выставка, которую Александр Семенович навряд проведет. Слушайте, смотрите. Я точно знаю, что в каких-то местах, не везде, но будет это происходить. Мы думали, какой глагол выбрать мы не можем найти пока альтернативу. Йохает сердце. Вот когда у вас хоть маленькую дуру находится история Йохает сердце, просто смело берите своих друзей, близких. Идите сюда, расскажите эту историю. Для всех это будет очевидно, что это не просто ревизия прошлого, а не прошлые истории, которые случились и не случались, а которые в целом происходят здесь. И сейчас. Спасибо. Спасибо волонтерам. Дядя Дина. Дядя Дима. И я, Народин Радушин. Добрый вечер. Управлено несколько слов о книгах. Мы представим книги Митокрит Антония Суворского. Я хочу позвать сюда Яну Родину, художника. Яну? Нет. Может кто-то найдет Яну. У нас ребенка. Сейчас, чтобы она подошла сюда попрежше, я начну рассказывать, а потом она скажет несколько слов о художнике. Но прежде всего о проекте «Новые мехи». Это белорусский издательский проект, который в основном специализируется в издании русскоязычной поэзии в Беларуси, современной поэзии Беларуси. И у меня в руках есть одна книжка. Это стихи белорусского поэта Суворского, которые можно привезти в этом магазине. Но кроме книг поэзии «Новые мехи» издает книга Митокрит Антония Суворского. И в Беларуси вышло две книги. «Бой христианин» и «Як научиться молитве» на белорусском языке. Это первая книга Митокрит Антония на белорусском языке. «Новые мехи» сотрудничают с российскими издателями и в сотрудничестве с издателем Волкова. Буквально сейчас мы забрались и поправить книгу Александра Семеновича Фионида «Жизнь и меня Христос» и интерпретатоний Суворский. Несколько слов об этой книге. Она была написана для перевода на итальянский. И для того, чтобы быть представлены в 2015 году на фестивале «Времени Мини» на Дальмурте. То есть эта книга появилась и вышла в этом же дизайне, в таком же исполнении на итальянском. И также как выставку мы захотели эту книгу привести сюда. Захотели ее представить на русском. И в прошлом году она вышла в Украине небольшим тиражом и поэтому не попала ни в Белоруссию, ни в Россию. Почти, если не в ограниченном количестве. И сейчас мы ее подредактировали и издали здесь. Волонтеры, экскурсоводы обычно говорят «каталог». Потому что она представляет из себя такой расширенный комментарий выставки. Но, на самом деле, это несправедливо. Эта книга имеет свою самостоятельную ценность. Это совершенно новый опыт. Уже есть несколько книг воспоминаний о Митрополите Антонии. Это не книга воспоминаний. Это структурный рассказ о Владыке Антонии, о его личной судьбе, о его пасторстве, о его богословии. В необходимой взаимосвязи всех этих составляющих. А исключительная экономия этого рассказа позволяет читателю вдруг увидеть опыт становления современного святого. Я не буду больше говорить об этой книге, потому что лекция Александра Семеновича – это лучшая презентация. А я хочу воспользоваться его присутствием здесь и рассказать о, как бы случайно, неожиданно возникшей серии «Митрополита Антония». Извините, сейчас я положу сюда. И оставлю его как три книжечки. Давным-давно появилась книга «Тайство любви». Вот Елена Львовна Майданович, присутствующая здесь, эту книгу собрала. И, по-моему, уже в 90-х годах она появилась и многократно переиздавалась. В России, в Украине. Мы ее переиздали. А потом подоспели еще две книги. И так получилось, что мы посчитали уместным издать эти книги в одной серии и, как бы, сообщить им примерно, как бы, серийное название. Вот «Тайство любви», «Тайство крещения» и «Тайство примирения». «Тайство любви» – это не только «Тайство венчания», это, опять, несколько более широкий рассказ. «Тайство крещения» даже понятное, очень прямое название, и поэтому эта книга наименее востребована. То есть читатель наименее в меньшей степени с ней имеет возможность связиться. А вот «Тайство примирения» первоначально имело рабочее название «Тайство покаяния». И вот, опять-таки, счастливым образом, несколько усложнили задачу читательству, да, и поэтому она тоже очень хорошо перенимается. Вот я хочу сначала передать слово Яне Родины, художнику-дизайнеру, с которым мы расширялись этой серией. Дело в том, что… Ну, видите, что книжки имеют такое несколько необычное оформление, да? И когда Яна показала, прислала мне по почте эскизы, я подумал, ну, как бы эти книги представить на полке, тем более на полке православного христианина, да? Но когда книги вышли, я говорю уже из опыта своей работы. У меня ни разу, ни в одном православном магазине, ни в одной православной лавке не возникло вопроса, почему эти книги так выглядят, да, не благочестимы, странно, странно, да? То есть, оказывается, да, мы не до конца понимаем те же самые православные люди. Мы думаем, что если на обложке ходит натуралистический такой вот «Райский сад», да, или же какая-то четвертая икона в золотом окладе, то это как-то более понятно. Но оказывается, что все-таки у православных читателей есть большое доверие к нам, к издателям и к дизайнерам. Почему, Яна, Вы таким образом решили эти книги? Что все люди? Просто чумно, чумно, что у читателей есть кредит. Я даже не знала, на самом деле, что то, что Дима сейчас рассказывает, это совершенно чудесно для меня. Мне просто кажется, что книга должна быть содержательной по оформлению, в том числе, но, конечно, не «Райский сад» и тем более «Корна» в дорогом окладе. Это тоже большое содержание, но, однако, оно, мне кажется, слишком потаёмное. В общем, нужно делать что-то такое, что даст возможность читателю и вырасти в определенную меру. Здесь, вроде бы, простые вещи, а с другой стороны, что-то нужно разгадать и видеть, понять. Хотя, вроде бы, по белым, по цветному, всё прочее. Ну, да, и вот этим делом дальше. А, и у меня есть частные свидетельства, моих друзей, которые хотят издавать эту книжку, да, за рубежом этих книг. Ну, сейчас последние. В общем, да, раз Бог. Спасибо, Яна. Собственно, почему я захотела говорить об этих книгах, это... Я был счастлив, когда увидел эти три книжки. Знаете, о Владимире Антонио рассказывали не просто, потому что его надо слушать, читать, смотреть, но иногда надо рассказывать. И иногда спрашивают, а как, кратко сказать, в чём был его самый большой даром? Самый большой даром. Конечно, все люди, которые его знают хорошо, знают, что его самый большой даром проповедника. Но вместе с ним у него был дар такого человеческого сердца, который позволял ему говорить с любым человеком. И это тоже ясно, например, из нашей выставки. Но откуда эти дары? Откуда эти дары? Так смотреть, так обращаться к людям. Всё-таки, конечно, по всем книгам о нём понятно, что он был совершенно необычайным. Прежде всего, священник. Однажды он об отце Георгии Флороцком мне сказал, что вот вы спрашиваете о нём как богословие. Богослов был, конечно, замечательный, но вы только видели, как он махал котел. Вот если вы это увидели, вы бы поняли, что священником он был гораздо более потрясающим, чем богослов. Вот это в какой-то степени с Владимиром Антонио тоже было так, но это не было всем ясно, что его эти дары берутся из того, как он служит в храме. И в 20 веке возникла эта большая тема литургического богословия о том, что мы живём в такие любопытные времена, когда для нас опыт церкви, опыт веры в основном связывается с каким-то нашим внутренним порывом веры, решимостью, нашими действиями, нашей аскетикой, нашей готовностью быть верным к Христу. И почти все книги написаны о том, как это сделать. И как будто бы мы перестаём отдавать себе отчёт, что все наши попытки как-то отвечать Богу, они вызваны тем, что прежде всего мы как-то заметили, что Он по отношению к нам будет, безусловно, бескорыстно, не требуя ничего взамен. И вот это признание того, что вся наша жизнь начинается с дара, и единственным нашим ответом на это может быть благодарность, почему-то так нам ясно в нашей церковной жизни, то, что в центре Христии и так далее, но совсем не ясно по Государству. Совсем не ясно, что этот опыт и в Христии, опыт благодарности, прежде всего, позволяет нам смотреть на всё в нашей жизни. И, конечно, у этого взгляда на всё должны быть какие-то большие учителя. Очень-очень редко о владыке Антоне говорят о человеке, у которого было литургическое зрение. Вот он увидел мир, смотрел на мир, на людей таким образом, как он учился, учавший. Но это, конечно, в рассеянных его текстах, но никогда не было так концентрировано. И когда появилась эта серия, я увидел вот «Таинство любви». Хорошо, это моя любимая книга. Дальше, следующее, «Таинство крещения», я думаю, что они собираются, всё, что они рассказали. Третье, «Таинство примирения», я понял, я Диму не видел, мы не так часто видимся, но я вдруг понял, они уже не собираются такую коробочку сделать, где будет семь книг. Где будет семь книг, такая школа того, как можно через благодарность смотреть на всё, что с нами происходит, то, что нас окружает. И я уехал в надежде, что мне Дима расскажет, как уже готовы все семь книг. Оказалось, что это не такая уж распространённая широкая идея, что одним из самых прекрасных, самых великих литургических проступов были не литургисты, а такие люди, как Метрополит Атлорный, который умел всё видеть в этом свете и в хадистике. Мы поступим так, зайдите, никуда не двигайтесь пока. У нас с пространством устроено так. Выставка начинается в том углу. Вот так вот движется. Поэтому ходить буду я. Вы должны занять такое комфортное для себя положение, чтобы я вас не сбивал. Потом, там есть картинки, конечно, которые вам трудно видеть, но если вы будете следом, вы увидите все. И что нужно вначале сказать? Что эта выставка готовилась нами для того, чтобы на бутонном фестивале в Италии рассказать о том, чем мы живы. Чем мы живы. И ребята об этом говорили. У Владыкин Суни была любимая монашеская близкость, что никто из нас не удавалось встретить Царство Небесное, не увидев его в глазах одного человека. Вот для многих людей, наверное, здесь собравшись, тоже таким одним из таких людей был Владык Антоний. Поэтому, наверное, мне просто страшно, неловко, что я должен рассказывать какие-то вещи, которые, наверное, две трети в истории знают. Поэтому я буду рассказывать только то, что для меня самого было очень важно. Опять, этот рассказ, это не то, что металонная версия, здесь больше, и картинки все есть. Но если вы зайдете на эту историю, в другой день, в другой вечер с друзьями, вы можете читать действительно другие рассказы. И это тоже самое интересное, что вы дарите более 10. Вот я еще скажу. Смотрите, вот представьте себе человека, современного человека, который ничего не знает, не только о Владыке Антонии, но даже не знает, что такое православие. Конечно, в Москве это, наверное, сложно представить, но в Италии нам нельзя было пользоваться такими словами, как «епитрахиль», «постная тревогь», «цветная тревогь». Не было времени. Поэтому нам надо было построить рассказ таким образом, чтобы это была не просто жизнь об одном русском человеке, его судьбе в 20 веке, и его уроках, и о том, что он понял за свою жизнь. Нам нужно было рассказать какую-то другую историю, так, чтобы любой современный человек, который заходил в это пространство, узнавал в его вопросах свои вопросы, узнавал их в такой форме, что ему немедленно хочется получить ответ, и этот бородатый человек, который смотрел на него с большого плаката, давал, исполнял его обещания, давал ему возможность получить ответ на этот вопрос. Поэтому все путешествие мы строили как шесть залов, шесть больших вопросов, которые есть в голове не только у православного, не только у христианина, вообще у всякого человека. Вопросы каждого, на которые дает ответы этот человек, так, как он их понимал, когда проходил путь своей жизни. И поэтому эта выставка остановится в пространство, внутри которого для каждого человека важно, интересно, и попытка что-то услышать. Но какой мотив этого путешествия? Владык Антони, как вы знаете, с самого рождения он родился 19 июля 2014 года, то есть он прямо-прямо современник Первой мировой войны. Это очень важно помнить. Конечно, он всю жизнь стремился вернуться к себе домой, ему это удалось впервые в 1960 году добраться до России. И вот ему хотелось вернуться. И, конечно, одной из самых важных применений, является книжка, которая там в коридоре тоже есть, это книга проповеди, произнесенных в России. Все-таки сегодня уже, скажем, для людей, не живших в те годы сознательно, совершенно трудно понять, что это было. Приезжает владыка, который может, имеет возможность проповедовать свободно, у которого есть 15 минут, 20, храпик, в котором он видит людей впервые, и, скорее всего, больше их никого не увидит, один-единственный раз. Вот что нужно за 20 минут сказать такого, чтобы в этих словах была заключена вся твоя жизнь, вся твоя любовь, все твои желания вернутся домой. Вот, и он эти слова находил. Он был великий проповедник, но это книга проповеди. Это книга таких проповедей проповедей. И вот самая первая, которая называется «Книги любовь всепобеждающая». Там есть слова, которые мы вынесли в нашей выставке, как главную задачу, которую мы хотели бы не решить, но рассмотреть. В ней есть такие замечательные слова, вот они прямо на облоках. Как будто бы все очень проповедили. «Господь дал нам сегодня встретиться». Это слова, которые воспринимаются часто как вежливость, просто «Бог нам дал встретиться». Ну, бывает. Но, приобретение Антонио, может быть, это главная самая грандиозная задача христианской жизни. Так научиться встречать людей на такой глубине, что эта встреча потом не могла никогда закончиться. Вот действительно, в каждой встрече есть это обещание, того, что нам дал Бог встретиться, но часто ли мы можем на эту встречу ответить так, чтобы наш ответ был на евангельской глубине. Это, конечно, не всегда получается. И вот он говорит, встреча – это всегда радость, потому что всякая встреча – это Бога, потому что всякая встреча – это мгновение, когда люди оказываются лицом к лицу, иногда на очень короткое мгновение, а вместе с тем и навсегда. Ибо раз встретившись, сердцем, верой, любовью, общей надеждой, под сеньем общего креста, под сиянием общего грядущего победного воскресенья, уже расстаться нельзя. Расстояние земли людей не разлучает. Вот эта задача, как так встретиться, чтобы расстояние не разлучало, и понять, что разлучаем мы только сами себя и наши грехи, – это, собственно говоря, задача этой выставки. Конечно, в нашей жизни бывают великие встречи, но кому-то больше везет, кому-то меньше, у кого-то больше таких встреч, у кого-то меньше. Но более важной является не только задача встретиться с великим, но еще и суметь смотреть на повседневные встречи таким образом, чтобы в них открывалась эта глубина. Вот мы построили эту школу, как школу видения Петрополита Антония. Как нужно смотреть на человека, так, чтобы внутри встречи мы смогли принять этот призыв Христа, увидеть человека как Божий подарок. Вот каждые шесть историй начинается не только загламен, не только евангельской цитатой, которая раскрывает эту тему, но и прекрасными, унивительными фотографиями, где Божий Антоний смотрит прямо на глаза. Для нас было важно, чтобы человек оказывался в ситуации прямой встречи, чтобы он мог смотреть в глаза и только на одной панели, в последней части, которая посвящена новой жизни, он не смотрит нам в глаза, он смотрит на Христа. Потому что это об его опыте смерти и воскресенье. Вот история начинается, конечно, с истории 14-го года, революции, и было важно понять, как об этом рассказывать. Или много, или совсем ничего. Ну, знаете, мы дожили до 17-го года, когда, видимо, в этом году мы еще устанем об этом всем вспоминать. Но, наверное, достаточно вспомнить только один факт, что в эмиграции оказалось тогда 3 миллиона граждан российской энергии. 3 миллиона – это много, потому что сегодня из Сирии, например, в Европе, миллион. В странах европейских, которые более рады сегодня, хорошо себя чувствуют, для них это сегодня большая проблема. Тогда, в разоренной Европе, которая сама не знает, как жить, как быть, как переживать этот опыт Первой мировой войны, вдруг получить 3 миллиона. Не просто беженцев, не просто эмигрантов, а людей, которые, в принципе, не могут вернуться домой, потому что их назвали объективными врагами. Больше им тут заказан. Очень непросто. И, конечно, для этих людей оказывается, что они потеряли все. Все. И Владык Антони... Я, прежде чем туда идти, все-таки начну здесь. Что-то вы здесь не... В Москве тоже. Однажды на лекции в Духовной Академии он говорил, извините, кто же их пробовал? Мы оказались без Родины, отделены от всего, что мы любим. От самых любимых, родных, с чужими на чужой стороне, лишними нежеланными, ничего не оставалось, кроме убожества. И вдруг мы обнаружили, что у нас есть Бог, к которому нам нечего встретиться, и к которому нас не встретится. И вдруг мы обнаружили, что Он с нами может пойти в самую въездную нашу боль. Он все изведал до самого края нашей обустроенности. Он гораздо дальше пошел, чем край. В самой глубине падения мы нашли Христа, спасающего, утешающего, призывающего жить. Но это были слова Владыки, слова митрополита в Москве после большой, долгой жизни. Но начиналось все совсем не так. Если для его родителей, Бориса Эдуардовича, Ксении Николаевны, это была вот такая трагедия для семьи дипломата в Персии, на глазах которого разрушается то государство, которым он служит, разверзалась, может быть, самая глубокая трагедия. Но для ребенка это, конечно, было не так. Первые семь лет жизни Владык Антони, Андрей Бух, проводит в Персии, в совершенно сказочных декорациях, как будто бы сказка «Тусяча и одна ночь». У него есть одна игрушка, ягненок, один транспорт, космик, российский флаг, и все. Вот говорили, что он там один, где раз увидел в семь лет, в 1920 году, и им приходится тронуться в путешествия. Взрослые о таких путешествиях даже думать не хотят, потому что это фактически бегство, нужно через какие-то горы пробираться к кораблям, на этих кораблях куда-то плыть, скорее всего, в Индию, непонятно, кто в Индии ждет и так далее. Нам трудно представить, что было в сердце родителей, но для ребенка это сказочные приключения. У него начинаются горы, разбойники, дерево познания добра и сла, которое ему издалека показывают на берегу, мимо которого проплывает корабль. В конце концов, они плывут в Индию, в Индию. В Индии тоже не засиделись, плывут дальше, все переживают, будут ли пираты или разбойники. Он ждет пиратов, идет за сводником, к счастью, вернее, к несчастью для него. Его не выбрасывают на необитаемый остров. Они плывут, приплывут, таки парчалки, по путешествиям занимают лесные, не ошибаюсь, три года. В конце концов, они в Испании, в Испании, и вот когда они уже в Европе, плыть дальше они не могут, потому что корабль должен идти дальше. Но они принимают решение выйти на берег, но, как всегда бывает, на корабле уплывает один чемодан с его вещами. Это тоже такая задача, знаете, дети любят играть в капитана Немо, потому что у тебя есть какая-то маленькая комната, и тебе в нее надо взять только то, без чего ты совсем не можешь жить. Вот минимум, минимум, когда ты собрал все свое счастье, все свою жизнь, маленький чемоданчик, потом такой маленький чемоданчик, куда ты уезжаешь, чемоданчик вернули гораздо позже, там, по-моему, лет 10 прошло, если не больше, чемоданчик уже был не нужен. Но начинается какая-то другая история. Важно понять, что Андрей не был церковным ребенком совсем. Это, конечно, все знают, он рассказывал об этом в своей биографической почерке, как он, будучи умным мачеком, вдохнул глубоко, упал в обморок, его отвезли домой, потом он понял, что это метод, через какое-то время его перестали брать в храм. То есть он был из тех детей, которые вначале для себя что-то решили, а попозже и вполне сознательно решили, что они не из поколения своих отцов. Если для поколения отцов было ясно, что они лишились всего, кроме церкви, церковь была единственное место, где они свободны, где они остаются сами собой, вот для поколения Антонио это было уже не так. У них не было и церкви, и церкви ходили, и у него не было и церкви. Поэтому история начиналась как три ступеньки в сторону ада. Первая школа Эфени, давайте я пойду. Ходите. Это удивительная фотография, все-таки я к Игрому привлечу. Это Андрей Грум один годик на руках у папы. На руках у папы. Знаете, в Италии, как всегда на выставках бывают огромные подарки, огромные подарки. Ну, например, мы с Дизайном, совершенно по-честному, это не обсуждали, но выставка заканчивается, конечно, историей. Смерти и Пасхи. И мы всегда спрашивали его, а посмотрите, куда он смотрит, что такое опыт смерти. И там было так, что он смотрел либо на выход, для многих людей смерть это действительно, как выход после долгих трусов, либо на прекрасный гавилен, изображающий воскресение Христово, и смотрящий на Христа и Марию Магдалюну. Вот она. Либо вот так просто композиционно получалось, что он смотрел на эту фотографию. Как будто бы для него этот опыт воскресения означал опыт восстановления настоящего отцовства. Как будто он сам себя встречал на руках собственно вас. Вот это просто такие подарки для выставок. Это тут карта всех путешествий. Про Пастернаки как будто бы рассказать. Наконец три швота. Три швота. И скаутское движение. Очень трогательно, что в Одессе сказали, что придут скауты. Вы можете в скотцию скаута конечно, можно в скотцию скаута провести. А я прихожу и говорю, где скаут? Там стоят вот такие дети. Буквально лет 7, наверное, самый старший был 8. Но они говорят, мы пришли. Говорят, дети, внимание, во-первых, я не знаю, что вам рассказать, во-вторых, единственное оправдание, которое у меня есть, я не скаут. Вы видите по моей фигуре, что я не люблю спорт. Но единственное, что у нас приезжает, это человек, который он уж скаутом был, так был. Поэтому можете узнать в нем своего. Мне это трудно, но вам легче. И это была история мальчика, который стал скаутом. Кстати, Владыка Антони после того, как был витязем, до конца дней своих хранил верность витязям. Вот вещи, которые стали, если в Париже, например, это то, что он не просто всю жизнь играл, играл, играл варьево, но то, что в Париже до сих пор есть и это, который аккуратно ведет все волейбольные матчи. В хронику парижского эмигрантского волейбола оказалось, что он так не смотрел на свои таблицы никогда, он обещал выяснить все режимы игры той команды, которая была Андрей Борисович. Но одним словом, было в начале три ступеньки в какой-то ад, но венская школа это немножко даже смешно, он пришел на урок после зоопарка, попросили написать сочинение на тему, над которой мы все вместе страдаем, есть две веки в теме, которые нас всех объединяют в одной комнате, кем ты хочешь стать, как ты провел время. Вот тогда Владимир Атуми повезло с первым тем, кем ты хочешь стать, ему было что сказать, он написал о том, что он хочет быть обезьяной, потому что обезьяна была прекрасной в нем, и такого свободолюбия он врача не встречал, он написал и ожидал, конечно, очень высокой ценки, учительница поставила ему и сказала, посмотри, эти дети, настоящий типичный русский барбак, который был незнакомый блага цивилизации. Вот так как так было понятно, что школа это все-таки трудно совместимая вещь в отношении свободы. Вторая школа, оказалась парижская школа настолько ужасна, если кратко, что это была школа-интернат, мама и бабушка не могли его учить с ним вместе, он жил в школе, он был хороший мальчик, это будет ясно, что всегда для него было важно быть мужским, все-таки, человеком. вот этот мужественный мальчик все-таки в школе страдал. Страдал до такой степени, что когда после войны, уже после французского сопротивления, будущий диск, он заехал в Париж, ехал в Митро, читал книжку и случайно, как я указал, увидел там название станции, которая совпадала с названием школы, потому что он проезжал в этот район, он упал в упорок. Из моего рассказа вам может показаться, что он все время в упорок упал. Я думаю, что он всего два раза упал. Вот с бабушкой к церкви и так далее, это название школы, может, три. Но вот школа была действительно ужасная. Вот видите здесь, к счастью, где он говорит, ну били, били, в общем били, били, но не убили. И в этой школе я понял одно, что если ты хочешь выжить, то ты должен сражаться, что каждый человек друг другу волк, что нужно уметь себя защищать. И это вторая школа, и наконец третья великая школа, когда мама нашла работу, они стали жить так, что его стремение к счастью получило полноценный ответ. Вдруг после этих страшных лет они вместе, есть работа, больше не надо думать, что каждый день ты идешь защищать семью. Казалось бы, вот оно счастье. И случилась вещь совершенно неожиданная для такого мальчика. Он подумал, что он на такое счастье не согласен. Оказывается, счастье это совершенно бессмысленная вещь, когда больше никого не надо защищать, никому не служить. Вот и сейчас и прийти. И это было для него настолько опасное, разрушительное состояние, что он принесло решение, что если он за год не найдет решения, то покончится. Опять, можно сказать, что детей, знаете, бывает по-разному. Вот, покончить с собой. Меня всегда впечатляла история его силы воли. Когда однажды он спорил с другом о том, что для веры нужна свобода и решимость. И друг сказал, ну Андрей, ну что такое решимость? В конце концов, мы рабы каких-то очень простых вещей. Например, вот попробуй изменить свой почерк. Что там, власть, сопротивление, ну почерк над нами власть. Вот ты пишешь, вот так ты будешь сюжет писать. Вот попробуй изменить. Он прекратил разык, он пошел, изменил. Потом он всегда писал таким почерком. Вот, для меня этот пример является каким-то очень сильным только притчей о том, какой воли его плотает. И вот в этих, в общем-то, страшных условиях единственная радость, единственная душа на то, что возвращало для него смысл, это было скаусское движение, скаусские лагеря, благодаря которым произошло несколько шагов навстречу Христу. Здесь есть портрет отца Горгия Шунгина, священника, благодаря которому владыка встретил христианин. Ему тогда это все было очень непонятно, он читал, что его церковь совсем не интересует, но он встретил человека, который таинственным образом любит всех. Значил это очень конкретную вещь. Он говорит, что когда мы зверята вели себя хорошо, он радовался, когда плохо, он плакал, но почему-то было ясно, что он принимает близко каждого из нас, и это было совершенно непонятно, потому что не было понятно, почему любит меня бабушка, мама, потому что я их, но что это значит любить каждого человека, который совсем непонятно, и плакать и радоваться ему, это было неясно. Вначале он думал, что это личные и персональные свойства отца бергия, потом со временем он понял, что это и называется христианство. Вот в этом лагере произошла одна из самых великих духовных встреч 20 века, о ней принято рассказывать папа снах, я не могу, потому что это, по-моему, очень смешная история. Величайший богослов, отец сербии Булгаков, глава, духовный вождь парижской богословской школы, при Великой проповеди был приглашен в Скаунский лагерь, знаете, так бывает. Скаунский лагерь был рад, но Андрей Борисович пришел играть в волейбол, он очень любил волейбол, ему сказали, что волейбола не будет сегодня, потому что сегодня будет беседа с великим богословом, он был не согласен, потому что церковь его не интересовала, и он хотел пойти домой, но встретил вожаного, который сказал, что это безответственно, он представляет, что разнесут в Париже, а нас, он на спонсора не пришли, на спонсора через НАТО нам доверяют, и он, сказал, попросил его просто сидеть в уголке тихонечко и заниматься своими делами, и лично читать, в общем, все как делают, и он приготовился, в общем, хорошо к этой встрече сел и начал читать, но Владыка Антоний, между прочим, по-моему, он нигде не говорит, что это булгар в тексте, но все знают, тексты он, конечно, не писал, но вы представьте себе вообще задачу, прекрасный отец Сергий булгар, он говорит с детьми громко, во-первых, это мешало ему читать, во-первых, громко, во-вторых, говорит какие-то совершенно невыносимые, несносные вещи, мальчики, которые готовятся ехать домой, возвращаться в Россию, освобождать ее от коммунизма и так далее, готовы жертвовать собой, сражаться, им говорят, что нужно любить врагов, поставлять щеку, ну что это за такие глупости, и он в совершеннейшей ярости возвращается домой, просит, спрашивает бабушку, есть ли у них эта книга, книга дома была, он выбирает, опять, как он все-таки говорил, что был умный мальчик, выбирает, смотрит четыре раза рассказан на одной этаже истории, выбрал ту, которая поменьше, иван, или от Марка, все подходило, он стал читать, и с ним случилось то, что случилось. Вот эта фотография, мне кажется, очень важная для этой выставки, потому что без нее невозможно рассказывать эту историю детям, потому что она буквально как зеркало, когда ты понимаешь, этот молодой человек для тебя старший друг, младший, старшеклассник, младшеклассник, но ты смотришь, что ему понадобится, и вот, когда мы читаем книги, что с 14-15 летним подростком произошла вот такая история, ну, бывает, у нас же житийный жанр, поэтому и не такое бывает, но когда ты на выставке и смотришь в глаза этому мальчику, то действительно это совершенно поразительно, когда он стал читать Евангелие для одной совершенно вещи, убедиться, действительно ли там написаны все эти глупости, которые говорил этот отец. Если это там действительно написано, он не хочет иметь никаких дел с церковью. То есть это чтение на разорвение. И вот в этой ситуации чтение на разрыв, он начал читать, и в какой-то момент он почувствовал, что перед ним кто-то стоит. Так ясно, что поднял голову, там никого не было, и в нем пронеслось рассуждение. Опять, вот выставка это не то место, где нужно обсуждать, что случилось. Мы можем видеть только то, какие продуберации это событие вызвало. Случилась встреча со Христом, он подумал, если он стоит, то значит, он воскрес, если он воскрес, то не исключено, что это все правда, что здесь написано, то, что я читал, если это все правда, то... И у него появились три то, три следствия, которые совершенно изменили его видение того, что с ним происходит, например, в ужасной школе. Он подумал, что если такой отец, такие дети, то мы с этими всеми моими прекрасными одноклассниками, мы все братья и сестры. Может, они в этом не знают, но я знаю. И теперь я не могу на них смотреть, как на тех, с кем я должен враждовать. Вторая вещь, совершенно поразительная, что этот Бог, о котором я читаю сейчас, это тот, кто никогда не согласен принимать меня как раба, лучше я для него неверный сын, чем верный раб. И вот это признание от нас сыновства было вторая важная вещь, и третья, что он любит нас так далеко и зашел в это люди так далеко, что до смерти и дальше. Вот после этих трех вещей он поехал в школу и он рассказывал о том, как для него изменилось буквально все. Он ехал в автобусе и смотрел лица людей утром. Я часто это упражнение проделываю, забываю, «Антония, по-моему, очень удобно, в метро сегодня ехал». Ты смотришь лица людей, такой возникает все-таки вопрос, вот они слышали про эту историю, что Христос воскрес, и что это не так плохо, как написано на серьезных лицах, едущих на работу, вот, или это только на базу. Он был желанием рассказать этим людям о книге, но он пробовал кстати-не кстати, и с тех пор всю жизнь только этим занимался, больше нечем, рассказывал всем о том, что случилось, и он это рассказывал в своей лекции в Московской духовной академии, что, собственно, в своей жизни он не мог больше молчать о том, что случилось. Вот, действительно, это самая главная встреча в его жизни, встреча, произошедшая в 14-15 лет, и в нашей жизни тоже бывают значительные встречи, но встреча – это не только подарок, встреча – это еще и большой вопрос каждому из нас. Если такая встреча есть, то как ты можешь быть на высоте этой встречи? Мы так часто просим, ждем встреч настоящего друга, настоящей любимой, что почти нам кажется, что если встреча уже случилась, то дальше же все будет более-менее автоматически. Потому что она будет такая прекрасная, что я не смогу быть ужасной. А у нас почему-то получается. Получается быть ужасной. Понятно, несмотря на то, что она прекрасная. Вот, после того, как человек получает ответ на самый большой вопрос, а бывают ли такие встречи, которые способны мгновенно изменить твою жизнь по-евангельски вдруг, то кажется, что это в какой-то мере конец истории. Мы говорим себе, вот если бы со мной так было, вот если бы со мной… И вот есть. И что? Конечно, следующий большой вопрос, как на это можно ответить? И поэтому второй зал посвящен теме призвания. Призвания тому, как он искал этот ответ. Что нужно делать, чтобы как-то последовать за этим окном. Вот эта панель, видите, фотография потрясающая. Владыка Антоник в Париже с детьми на кораблике. И дальше пойдем сюда. Посмотрите. Если кратко, то его путь ответа был, ну как у всех, только с разной степенью серьезности мы это принимали. Что надо делать? Ну, молиться, учиться молиться. Он пошел в храм, обнаружил, что там происходит то, что с ним случилось в доме. Ну, хорошо. Кем может мечтать быть молодой христианин? Ну, конечно, надо быть монахом, конечно, даже быть пустынником. Желательно быть египетской пустынью. Он, когда изложил свой план с родственниками, они сказали, можешь как-то придумать более экономный вариант, потому что, для того, чтобы так скромно по-христиански жить, нужно все деньги с семьи потратить на билеты каких-то там. Надо придумать какое-то более христианское решение ситуации. В общем, я сокращаю историю, но главное, что очень скоро оказалось, что он понял, что есть три христианских призвания. Можно быть учительным, можно быть врачом, но молись себе, если хочешь быть монахом, если есть призвание, будь монахом. И не надо для этого никуда ехать. Достаточно жить с этих бедных людей и быть учительным и врачом. Самое поразительное, что в его жизни соединились семьи признанных. Он был учительным, он стал врачом, он был монахом. Но все начиналось постепенно. Я очень люблю его бабушку, которая была все-таки первым его учительом молитвы. Владыка говорил совершенно замечательную вещь. Он говорил, что мы все нуждаемся, чтобы было как можно больше святых. Но школа святости это очень просто. Если вы хотите, чтобы появились святые, для этого нужно найти одного молодого человека, который принял решение быть молитвом. И с ним настолько невыносимо жить. Бабушка его раздражает, мама раздражает, люди не уважают, его духовные поры. Все лезут прямо в его молитву, предлагают делать что-то по дому. Пылесос. Магазин. Вообще есть масса искушений. И, как бы, вот, теме все время не дают молиться, не дают вести подвижническую жизнь. И он говорит, вот моя бабушка, благодаря бабушке, я понял, что вообще лучший способ производства святых, это надо одного молодого человека, молитвенника, поселить. И все вокруг в доме постепенно приобретают черты святости. Потому что выдержали этого человека совершенно немыслимо. нужно быть немножко святым, чтобы выдержать одного молитвенника. И вот у него бабушка, она была точно святой. И вот первый стенд практически ей посвящен. Но потом случилась более серьезная история. Это знаменитый парижский подвал, в котором храм это бедная и переводвачная. Вот это те самые подвалы и гаражи, в которых происходила встреча с Христом, который нас не стыдится и которого можно не стыдиться для поколения людей, которые не знали великих соборов. Вот однажды Андрей зашел в этот храм вот на этой местнице, в храме двух святителей. Встретил этого человека, который поднимался по ступенью. Встретился с ним глазами и произошла совершенно тоже поразительная вещь, которая свидетельствует если не о его воле, то о его решимости. Он сказал, я не знаю, как вас зовут, но, пожалуйста, будьте моим Духом Немного. Это была встреча, она очень долго, это отец Афанасий Неча, о котором я не буду сейчас долго рассказывать, я скажу только одно, что именно он облацовил его в эти саргону, именно он принял от него тайный монашеский постриг, это тот человек, который принял просто монашеский постриг, который был его настоящим учителем молитвы. Вот, когда началась война в 1939 году, стало большое вопрос, что делать, и Андрей пришел к нему, чтобы спросить, возможно ли это быть христианином на войне. И отец Афанасий сказал ему, что возможно, только ты должен каждому человеку, которого ты встречаешь, стать купленным рабом и просто отвечать на его нужду. И эту фотографию я люблю показывать, вот так закрываем опись. Вот посмотрите просто на лица этих людей, бабушка, мама, Андрей Борисович в военной форме. В их квартире в Париже посмотрите на улыбки, как слева направо возрастают и скажите по поводу чего у них такой праздник. Вы просто подумайте три секунды, я ответа не жду. Вот просто посмотрите когда например у нас такие лица это он отправляется на войну. Монах. И человек, который закончил саргон, он отправляется туда и про войну рассказывает все самые разные истории. Моя любимая все-таки про немецкого солдата в госпитале, в котором нужно хутирой палец и молодого неопытного врача просят по-быстрому хутирой палец потому что все ясно немецко-фашистский захватчик лежит. он пришел разговарив с этим человеком хуни-мецко спросил кем он был до войны оказалось что этот молодой парень был часовщиком и он начинает заниматься долго его пальцем понимая что в этом пальце вся его судьба все его ремесло и за долгое долгое время он приводит этот палец в ногу и вот какое-то понимание того что каждый человек для тебя тот кому ты можешь служить должен служить как-то в этой истории очень ясно вот он был конечно этим врачом сопротивление и так далее вот эта фраза ответ отца Афанасия но в конце концов он возвращается из в начале с этой странной войны участвует в сопротивлении у него квартирная практика он учитель в гимназии тоже потрясающая фотография где учитель в гимназии сидит на скамейке видите вот очень многие на экскурсии стесняются спросить почему у него такие прекрасные штаны видите костюм очень особо и первый ответ который приходит в голову что ну это нормальная форма гимназии в то время но внизу есть фотография и весь педагогический состав этой гимназии стоит у них есть Андрей Борисович он в эти штаны как раз но интересно что больше ни у кого больше ни у кого так выглядели монахи учителя врачи образца 44-45 года пониже посмотрите надо запомнить лицо и наконец смотрите вот конечно когда ты ищешь ответ на призвание и он и поношел потому что он вернулся с фронта принял после отец Апанасий умирает и Париж ему 30 30 лет и казалось бы так будет продолжаться и дальше первое неладное почувствовал мама которая начала епископа просить о том чтобы он даже и не думал даже и не думал епископ даже все понял и он даже не думал и маме казалось что вот епископ должен понять что призвание ее сына это учитель врач врач учитель практика есть все складно все на нашей священном причем чтобы епископа не было искушения она ему педагогическо напоминала что нет нет нельзя и однажды с ним случилась история тоже очень известная хорошо им садим рассказанная как его пригласили на конференцию в Англию человека с французским паспортом который он так и не поменял живя в Англии этот паспорт имел для нашей церкви очень большое значение потому что именно из-за этого паспорта его сняли с выборов патриарха потому что у кандидата должен быть только советский паспорт но в общем был у него французский паспорт и он едет в Англию на конференцию так бывает тебе уже за 30 ты прекрасно знаешь немецкий французский русский но надо ехать в Англию говорить на языке который ты не знаешь он попросил маму перевести доклад на английский язык порепетировать с ним хорошенько чтобы он немножко подготовился к выступлению в Оксфорде его приглашают на собрание Содружества Абамия Серпия Радонского святых он приезжает туда читает доклад что делает и собралась с той конференцией удивительная фотография опять историков русской паспортской мысли это фотография крайне потому что это тот редкий случай когда все хорошо встали на фотографии это искусство не всем дается не всем но если вы посмотрите вот к углу вот здесь видите аккуратно аккуратно встали вместе отец Дюргер Флорусский Владимир Николаевич Новский и отец Антоний там было много других хороших и замечательных людей например Николай Зернов но он стал почему-то с краю поэтому во всех книгах теперь вырезают только здесь чтобы показать как хорошо стали но фотография большая там много очень хороших людей конференция которая была в Англии 48-й год и на этой конференции после его доклада к нему подошел подбежал вот этот человек великий французский православный монарх священник отец Евжелие который проделал огромный путь из католического монастыря Шептоль в своей любви в поисках восточного христианца добравшийся в Украину вернувшийся в Париж в самые дремучие страшные годы и обнаруживший там евангельский дух христианства в парижских русских гаражах встретивший мать Марью Скопцову и до конца живший в ее гараже потом перебравшийся в Англии и вот этот старик встречает молодого русского монарха из Парижа и говорит что у него есть только два вопроса первый вопрос имеет ли он канонические преграды что вы священника вы нам нужны он отец Антоний опешивался спросил вы ответственно это говорите нужен вам как вы берете ответственность он взял сказал действительно нужны и второе пожалуйста больше никогда это не делайте не читайте доклады это ужасно но я неизвестный мне язык не знакомый поэтому вы должны читать и без бумаги вы все поучить спинялись по моему английскому и отец Лев сказал что знаете лучше когда люди умирают от смеха чем тогда когда умирают от скуки поэтому никогда больше этого не делайте и он не делал и он не делал вот на этом месте заканчивается его великий текст без записи автобиографический рассказ про Викентоне благодаря этому человеку он вернулся в Париж и он поехал на на рукоположение когда мама все это узнала она просила его в одном Андрей пожалуйста не носи эту страшную город дай мне хоть одно обещание маме можешь мне обещать обойтись без этой красоты она тебе и ее и самое интересное что он обещал вот это соединение воли и нежности какой-то один из самых красивых символов потому что он так обещал маме что если вы посмотрите на ту фотографию видите улыбающийся ладыка без бороды видите это первый день терапии 57 год без бороды мама жива обещание выполнено когда мама умрет он начнет потихоньку врачи оказалось что она выполнила мама это мама вот так начинается английская история в этом все зале община самое важное это то что обычно в наших книгах передачах говорят митрополит антоний человек который создал суважскую партию создал православную партию великобритании все как будто бы правильно но в нашем сознании это обычно так отражается как-то великан который создает огромную вещь силой воли силой своих талантов умений поэтому и он действительно таким болевым человеком поэтому для него самое великое что нужно было объяснить всем единственное важное заключалось в том что настоящие большие вещи не рождаются из нашей силы из наших талантов настоящие вещи рождаются из нашей немощи и нужно хорошо понять что это за немощь такая из которой Бог все совершает ембарфию но не он создавал ее создавал Бог но с его участием кто ему так что он создает через нас ембарфию например и для владыки Антония урок был очень простой это немощь Божия не наша немощь через которую совершается Божье дело и конечно немцам перепутать немощь с ленью еще с чем-то чтобы как-то хорошо все затвердили он предлагал три образа один образ медицинский о котором говорили что это мы должны стать медицинской перчаткой такой толстой что рука хирурга хорошо поэперировала потому что толстая перчатка не имеет смысла потому что в нашей жизни мы должны стать перчаткой как можно более толстой на руке Бога он был врач мне больше нравится метафора с ребенком который учится писать и вся духовная наша история отношений с Господом сводится к тому что вначале мама берет нашу руку свою ходит красиво и пишет и в тот момент когда мы сами изумлены как у нас здорово получается и мы поражены этой красотой своего неожиданно раскрывшегося таланта красиво писать начинаем вторую часть нашего духовного восстановления борьбу с мамой чтобы она не скрывала наши таланты чтобы мы всем показали как у нас красиво дикость мы начинаем писать без нее это так ужасно что даже самим не хочется на это смотреть и поэтому третья фаза нашего духовного пути третья стадия духовного возрастания заключается в поисках этой руки мамы чтобы она еще хотя бы разок описала с нами чтобы мы писали она нам помогала дала вот этот поиск руки которая нами водит и пишет нашу жизнь это было для него то что такое настоящее отсутствие он говорил что если мы не откроем себе эту немощь то это жажду руки жажду чувствовать что вся моя свобода это свобода находиться в руке которая пишет не что попало а твою жизнь и пишет ее красиво вот это и было тем из чего рождается суворожская эпахия это вначале богословская приакула реально было так что в какой-то момент к нему подошли прихожанки они были уже не молодые и они сказали отец Антоний как прекрасно теперь с нами нам с вами потому что в конце концов мы можем быть уверены что вы нас всех похороните и он как-то очень ясно понял что они правильно описали историю православия Великобритании примерно так все и будет если он чего-то не предпринял он предпринял создал школу и вот из этой школы и детей которые стали с ним заниматься потом выросли священники потом появились священники суворожской эпархии потом появилась эпархия и это глава глава общины это история становления эпархии как уроки немощи вы можете потом почитать следующий зал это зал цепи вот в какой-то мере ответом на вопрос о призвании является поиск тех с кем мы можем разделить это призвание вопрос общины и очень часто мы слышим вот смотрите со мной была встреча с Богом достаточно хранить ее в сердце ну неплохо как будто нам непонятно зачем нам еще община это конечно большой вопрос зачем нам всем община но есть вопросы посерьезнее зачем нам церковь община же уже есть конечно мы богословски говоря знаем что в литургии есть вся полнота церкви ну хватит а вот это церковь 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 это что такое вот чтобы об этом рассказать мы избрали мы рассказывали всего две истории на войне с ним случилась совершенно поразительная вещь когда он погибал от страха он лежал придавленный выстрелами вверх головой и чувствовал что сейчас он шел в бой и в какой-то момент это двелось долго он перевернулся на живот и увидел что там в траве происходит совершенно поразительная жизнь муравьев там они что-то пилят красят режут куда-то тащат у них так великие стройки какие-то а тут бой идет им совершенно все равно что над ними есть какое-то существо великан умирающий от страны и когда он это почувствовал под тобой жить муравьев сверху эти звезды а ты тут лежишь умираешь со страном что-то произошло он почувствовал что есть что-то обнимающее все творение большое есть мир в котором твой страх так расставляется что как-то тебе помогает и казалось бы ничего кроме этой тайны творения нету но вторая история когда в Париж приехал по Франции приехал владыка в маленький маленький крошечный храм крошечный настолько что когда он служил у царских врагов его шлейф выходил за пределы храма и священник расстроенный происходящим сказал простите владыка за то что у нас такой очень красивое слово убогий храм этот владыка не выдержал сказал действительно никогда храм называют богем вы что не понимаете что здесь помещается тот кто обнимает весь мир и вот это чувство того что в каком-то маленьком крошечном месте может находиться тот кто обнимает муравьев звезды все твои страхи и был для него вхождением в эту тайну церкви и это та тайна которая его так носила по миру с одной стороны мы о нем конечно знаем как о великом британском проповеднике человеке которого Амликанская церковь прямо перед смертью набродила самой высокой охраной Амликанской церкви за вклад в пробуждение веры великобритании и конечно мы его знаем как человека свободного который был свободным голосом в не свободной церкви но эта история началась в СССР в 60-е годы эту историю в Москве неудобно рассказывать потому что я думаю многие здесь собравшиеся когда вы смотрите эти фотографии скажут что этих людей знают это все московские фотографии единственная на мой взгляд великая фотография которая наша выставка прекрасная жемчужина это выставка фотография к сожалению внизу я мечтал ее увидеть разорванной просто на всю стену но это оказывается технически сложно сделать это 60-й год от которого почти ничего не осталось кроме короткого рассказа владыки о том как он побывал наконец в 60-м году попал в Москве жил был путешествовал по разным городам Псков и Печор все въехал вернулся домой рассказал и что вы думаете существует на свете эта фотография московское метро мне приятно что станция метро Киевская значит посмотрите идет гендер способом идет священник молодой и навстречу там плохо видны детали на настоящей фотографии прекрасно видны навстречу тут солдаты с чемоданами которым все равно что навстречу гендер а сзади у столов стоят мазушки которые не могут поверить своим глазам что происходит они так выглядывают из-за каждого столба потому что это не постановочная фотография это кто-то совершенно потрясающий и это сделал вот от той поездки существует только это но это такой сильный документ который конечно надо рассматривать поднимательно и вот следующая часть посвящена конечно самому великому и самому трудному удару что что он умел разговаривать со всякими об этом расскажут конечно бесконечные истории но самая простая кстати про коммуниста вертиноте у нас была пробок 10 минут мы лежали по заму и он в какой-то момент просто восклик и посмотрел что он нашел самое красивое оказывается это была история на стене которая случилась у гостиницы на ступеньках когда латыка был в оплачении а навстречу шел офицер советский он сказал я вижу что вы верующий я в бога не верю но хотел давно вас спросить вот вы верите в бога а во что верит ваш бог и латыка сразу ему говорит ну как ну что в человека мой бог верит в человека и когда итальянский коммунист гердинонти прочитал эту фразу он сказал ну это правда что это то место где то малое место где сходятся все атеисты верующие администры скептики все ищут только одному место для человечности человека если мы еще верим в достоинство человека это то место где нам всем есть о чем поговорим вот эта возможность разговаривать с любым человеком конечно была совершенно потрясающим обладаете и важно только то как он понимал свидетельство мы часто говорим что знаете бывают великие свидетели это правда но проблема в том что мы все свидетели я не знаю как бы часто но я преподаю и я все время слышу один аргумент я не готов я не могу потому что это только святые достойные я вообще недостойный человек что я могу сказать я только испорчу и это не вопрос смирения это вопрос глупости или непонимания природы свидетельства потому что владыка Антоний просто не уставал объяснять что такое для него быть свидетелем это не значит быть элекарным это значит говорить о том по отношению к чему ты переживаешь благоверение говорить о том что лишает тебя дара лечения и он не уставал придумывать прекрасных сравнения например одной из самых великих он говорил что мы все должны быть дровами дровами благодаря которым люди знают что существует огонь желательно быть сухими дровами но проблема в том что как правило мы мокрые дрова поэтому вместо того гореть дровами и поэтому люди с одной стороны знают что он существует с другой стороны не хотят с нами дроваться ну так немножечко отходят потому что глаза режут от дыма поэтому задача очень простая быть равным и все остальное получится и эта способность гореть не своим огнем и светить не своим светом не является привилением великих свидетелей это то что каждый каждый человек не просто не может а хочет вот этот зал о мире это зал об этих свидетельствах поскольку уже я давно не смотрю на часы надеюсь у меня есть еще хотя бы 5 минут 10 10 я хочу рассказать одну вещь для меня очень дорогие как он понимал логику распространения христианства как пожара вот ну знаете извините за педагогический пример господь вышел создавать христианство что он сделал он сделал то что по нормам министерства образования у вас как называется посвящение образования ну короче у специалистов по школьному образованию не проходит то есть во первых он набрал слишком маленький класс 12 учеников которые как-то не серьезно что это за класс если ты собираешься создать цепь 12 учеников 3 года школы они все перепутали все недопоняли сделали все ошибки которые могли несколько раз предали в общем все было все было и казалось бы ну какая эффективность такого педагогического происходя представьте что вы предлагаете евангельскую методику преподавания в школе это не происходит никакой министерство не принимает то есть вот что это за успеваемость такая когда учились учились ничего не выучили все время как-то плохо и вот Владыка он всегда говорит что христианство оно распространяло жить не через эти слова а потому что есть огонь ты зажигаешься в какой-то момент ты бросаешь свою работу идешь 3 года непонятно где ходишь интернета не было семья ничего не знает куда ты делся ты пошел в надежде что в конце как станет ясно что семья тебе все поймет и простит и в принципе правильно но единственная сила доказательства это то что ты изменился и то что ты стал этим оценком и другие люди видят тоже как-то как пожар вспыхивают и для него было очень важно показать вот эту слабую слабую власть пожара в чем он заключается в чем он заключается он заключается конечно в рассказе вот когда Владыка приезжал и рассказывал свою проповедь и проповедовал храму советское храму была одна проповедь которая меня трогает всегда я всегда ее рассказываю предпоследним в этой истории потому что мне кажется что в язык советское время 71-й год нужно хорошо подумать иди теперь в грамме иди вот они пришли они стоят в этом храме начинается проповедь Владыки Антония там 15 минут и везде в Москве он рассказывал о проповеди можете книжку посмотреть они такие очень красивые сложные праздничные там есть все по господу истории он приехал в Тулу и рассказал только одну историю вот все свои 15 минут потратил на то чтобы рассказать одну единственную историю ничего больше и как будто бы в ней все собрано он рассказал историю времен второй мировой войны когда оккупированный городишко в нем живет некая женщина Зоя у Зои двое детей Андрей и Татьяна и однажды к ней стучат на пороге вечереет ночь какая-то женщина молодая женщина она представляется Наталья говорит что она работает в комендатуре и точно знает что точно знает что сегодня ночью придут их арестовать и ее собираются убить а у нее двое детей поэтому ей надо идти Зоя говорит что она никуда не пойдет потому что она с детьми куда ей бежать она лучше уже будет дожидаться на что Наталья добавляет что она знает точно что они не знают как она выглядит поэтому имеет смысл идти потому что она представится Зоей останется у нее дома ну и как-то ее примут за Зою и дальше будет то что будет вот эта история рассказывается этим мальчиком который который был спасен они выжили Наталью убили все что они про нее знали что она была христианом все и вот этот мальчик приходит к мадыке Антонию Бондон рассказывает оказывается что они почти одноклубки сверстники сверстники и он говорит понимаете с тех пор мы живем с сестрой с мамой не только свою жизнь а нас важно не просто жить а еще понимать что эта жизнь каким-то образом может послужить хоть каким-то ответом на то что мы живем жизнь этой Натальи которая пожертвует всем из нас и Владимир Антоний рассказывает эту историю не похожую ни на какие вопросы просто подробно рассказывает вы представили себе ночь этой девушки она ждала в этой ночи был Иоанн Крестительцев вопросом ты или это был Петр который предат были великие подвижники которые не выдержали была какая-то девушка Наталья которая проживала эту ночь пред Христом и вот в конце этим людям которые собрались в 71 году в Тульском храме и переживают он говорит слова совершенно поразительные они и сегодня поразительные а тогда даже сложно представить какие он заканчивает свою попу витам и вот когда будет вокруг вас темно когда будет страшно когда будет касаться что хрупкость наша человеческая церковная христианская хрупкость такова что ей не устоять вспоминать Наталью она своей хрупкостью победила силы ада победила немощь человеческую выросла в меру Христа и дала новую верю вечную жизнь не только трех людям но может быть и вам если мое слово запало в вашу душу и мне потому что я не мог без слез слушать этот рассказ и многим 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 а теперь предстоит она крупкая девочка молясь перед Богом несогрушимо сильной молитвой дай нам Господь это хрупкостью принять принять и принести Бог вот и все вот удивительно что в этой проповеди для платы была фактически вся суть христианского благовестия потому что если ты слышишь эту историю и она приводит ее в полнение ты не можешь не рассказать об этой истории своим близким людям потому что ты встретил себя и каким бы ты нему если просто был ответ иди рассказывай из этих узелков встреч из этих рассказов которые рождается христианство и всегда говорят а может как-то слабовато знаете где власть где государство где и все неужели из этого рождается вот для владыки Антония она рождалась из этого из того что когда он говорит бросайте сети будете при боками необыкого человека какими сетями они они напились этими сетями свидетельство любви которую нельзя скрыть когда говорят готовы быть свидетелем не готовы быть свидетелем я рассказываю уже мне что ты полюбишь и кого ты делишь и все получится вот все остальное мы им делать не могли понимание христианства мне Бог как это община свидетелей которые не хотят и не могут скрывать свою любовь Продолжение следует...